Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет начинаем читать книгу пророка Захарии. Захария был современником, современником пророка Аггея, а они пророчествовали в одно и то же время. Ну, пророчество Захария начал на два месяца позже Аггея. Если Агггея, мы читаем на Писании, что он начал пророчествовать в шестой месяц второго года царствования царя Дария, то Захария в восьмом месяце во второй год Дария, было слово «Господник Захарии». На два месяца позже, в общем, они были современниками и пророчествовали в одно и то же время. Это замечательное время, начало персидской эпохи, возвращение остатков иудейского народа из вавилонского плена в Иерусалим, строительство храма, отстраивание города, разрушенного вавилонянами, и начало новой жизни, возобновления, вернее, той жизни, которая была прервана насильственным образом, когда вавилоняне завоевали Святой Град. Несколько предварительных замечаний об этой книге, о книге пророка Захарии. Она достаточно обширная, 14 глав, в корпусе книги 12 малых пророков, текст Захарии, текст Асии пророка, вот они самые крупные и содержат по 14 глав каждая. Захария, книга его для внимательного читателя, очевидно, она разделяется в основном на две части. Можно предложить более мелкое деление, но вот внимательный читатель не может не заметить, что после 8 главы резко меняется и стиль книги, и ее содержание. Вот по стилистике и тематике первая часть, охватывающая главы с первой по восьмую, и вторая часть с девятой по четырнадцатую главы, они контрастируют, резко различаются. И в качестве предварительных замечаний, прежде чем мы приступим к чтению книги Захарии, хотел бы остановиться на вот этих самых различиях в содержании этих двух частей Захарии. Иногда в современной литературе называют первую часть Захарии протозахарии, вторую часть дефтера или фторозахарии. Первые восемь глав, первая часть Захарии, придают большое значение восстановлению устройства храма. Как и в книге пророка Аггея, храм, по сути, занимает в первой части Захарии центральное место, тема храма. Тогда как во второй части Захарии этот вопрос совершенно не затрагивается, не рассматривается. И в этом, конечно же, важное различие. Еще одно различие. Первая часть Захарии отводит важную роль в божественных планах человеческой деятельности, представленной здесь Иисусом, Иосидековым первосвященником, и Зарававелем, персидским правителем, светской и церковной властью. Очень большое внимание обращается на деятельность этих персонажей, в то время как во второй части, вторая часть фокусируется исключительно на действиях Бога, а не человека. В первой части Захарии показано большое уважение к профетизму, к пророчеству вообще, в то время как во второй части исчезновение пророчества представляется, ну, неким, если не идеалом, то чем-то положительным. Еще, это то, что касается содержания. Теперь по стилю. Стиль первой части Захарии – это в основном видение. Видение, в то время как, ну, в основном видение. Первые шесть глав – это видение, там, седьмая и восьмая главы – это не видение, это пророчество, повествование. Вот, если мы посмотрим молитва, народ молится Господу, Господь призывает производить праведный суд, Господь обетовает, обещает Сиону мир и так далее в восьмой главе. Вот, то девятая и четырнадцатая главы – это в основном пророчества, оракулы. В первой части, первых восьми главах, есть множество, большое обилие автобиографических фрагментов и биографических фрагментов, а во второй части их крайне мало. Изобилие пророческих формул в первой части, и, по сути, эта книга действительно, ее можно назвать классической, пророческая книга в классическом смысле понимания профетизма, первая часть, тогда как вторая – это уже книга, скорее, апокалиптическая. Апокалиптика, апокалиптическая литература – это, конечно, дочь классического профетизма, но она уже, эта литература резко отличается от книг классических пророков. И об этих отличиях мы будем говорить по ходу чтения самой книги. Первая часть, в том, что касается намерений авторов, первая часть основное внимание уделяет послепленному восстановлению, восстановлению Иерусалима, в то время как во второй части идет о том восстановлении глобальном, которое является эсхатологическим восстановлением, будущим эсхатологическим. Вот некоторые различия по содержанию, по тематике, по стилю. И если этих различий не было бы так много, то тогда можно было бы говорить о единстве этой книги, но взятые вместе эти различия делают, вот эти различия между прото-Захарий и фторозахарий, эти различия делают очень проподобным ту гипотезу, что это два разных текста, две разных пророческие книги, и по сути книга 12 – это не книга 12, а книга 13. По времени написания первая часть книги Захарий – это, скорее всего, действительно начало персидской эпохи, многое говорит об этом, не только сама датировка здесь в написании, но и вот внимание большое уделяется этим персонажам, Зарававелю и Иисусу, правителям светскому и религиозному. Зарававель – персидский наместник. С ними мы встречаемся в книге Ездры, в книге Агея. Вот, ну, в общем-то, это действительно книга конца VI века до Рождества Христова. Первая часть этой книги – первая часть Захарий. Тогда как во второй части многое говорит о том, что это книга более позднего происхождения, это уже середина персидской эпохи, конец персидской эпохи, и некоторые стихи можно отнести к началу эллинистической эпохи, например, вот известное место в 9 главе, в 13 стихе мы читаем «Ибо как лук натяну себе Иуду, и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца». Не Иония, а Яван. Яван – это Греция. Здесь упоминается Греция во второй части Захарий, что заставляет многих современных авторов, комментаторов предположить, что, по крайней мере, этот стих 9-13 следует относить к началу эллинистической эпохи, то есть конец 4-го, 3-й век до Рождества Христова. Эти два блока, первый блок охватывает с 1 по 8 главы, второй охватывает с 9 по 14, они, как мы видим, достаточно между ними различий. Следует сказать еще о втором блоке, или о втором разделе Захарии, или о Тефтера Захарии, что этот раздел также иногда дробится. Ну, по большому счету, отделяются последние две главы, 13-е и 14-е, в отдельный какой-то блок. Иногда даже говорят о Трите Захарии. Ну, как бы там ни было, вся вторая часть Захарии, то есть 9-е и 14-е главы, они состоят из множества разных пророчеств, и эти пророчества имеют в основном эсхатологический характер. Это, по сути, чистая эсхатология. Как и в случае с книгой Исаии, которую разделяют на три книги, по большому счету, существует, конечно, множество связей между частями, между второй и первой частью Захарии, много перекличек. И, может быть, во второй части, первая часть влияла на вторую, вторую на первую, но вот эта попытка реконструировать различные этапы редактирования книги Захарии, так же, как и вообще различные этапы редактирования других пророческих книг, носят чисто гипотетический характер, и только лишь какие-то общие черты этого редактирования, какие-то общие тенденции мы можем отмечать, но не знаем о том, действительно, как проходило это редактирование. И иногда в современной литературе существуют попытки прочитать книгу Захарии синхронно, как единое целое, действительно, в этом виде она до нас дошла, канонический подход. Чайлдс и его последователи прочитывают книгу целиком, как единое целое, и не дробят ее, не разделяют, не членят на различные части. То есть синхронический подход, не аналитический, а синхронический, синтетический, можно даже сказать. И тогда диалог между Захарией и анонимным пророком второй, половина Захарии, этот диалог исчезает, и как бы представляется эта книга единым целым, и принадлежащим одному, единственному пророку, пророку Захарии. Какой бы ни была история текста Захарии, мы эту книгу открываем и читаем ее как единое целое. Книга пророка Захарии. Так мы ее, дорогие друзья, с вами, милостью Божией, и прочтем. Прочтем ее как единую книгу, но в то же время будем отмечать вот те различия между этими частями, которые очевидны и которые имеются в тексте. Несколько слов еще следует сказать о форме книги. Там, где повествовательные части, это проза. Пророчества частично написаны в прозе, и частично это поэзия. Там, где рассказывается о видениях, тоже в основном это проза. То есть поэтические куски, поэтические отрывки перемежаются с прозаическими, и вся вместе эта мозаика говорит о различии стилей, различии стилей и в том, что касается первой части, первого раздела Захарии, и в том, что касается заключительных глав с 9 по 14. Это были предварительные замечания книги пророка Захарии. Дальше, на нашей следующей встрече, мы перейдем к чтению самого текста. Запись делается для библейского портала Экзигет. Субтитры создавал DimaTorzok